слышь меня нет я рассказывал когда про то про про эти про отношения ты пишешь там вот там ты пидорас там еще у меня жена умерла от рака понимаешь ты просто пишешь хуйню ты даже не втыкаешь в отношении людей вот и пишешь ты неудачник я работаю с известными исполнительными я не нищий человек не бедный не прошу них вот донатов я профессиональный звукоинженер занимаюсь 17 лет ты просто не ты пойми что когда ты пишешь что-то людям ты можешь ошибаться ты можешь блять людей просто обидеть и унизить какую-то хуйню и оскорбить я бы никому это не люблю это пашки расклады какие-то давать и чуть-чуть объяснять нахуя это нужно это мое я держу это про себе у каждого человека за спиной может быть такой багаж ты даже о нем таки подозревать не может тебе кажется что какой-то ебаный нытик сидит и ноет а ты не знаешь почему человек но и не знаешь что касается допустим что ты другим людям не писал ты же не знаешь что человек может испытывать и что он может переживать и десять раз подумай потом напиши это первое второе что касается работы но это не потому что там удачи или денег еще что-то пойми не все измеряется еще есть чисто уровень самовыражения есть уровень какого-то не знаю удовлетворение в творчестве вот например меня честно тебе скажу меня заебало просто вот это каждодневная блять пенсионерство блять на нашем экране радио и так далее нет понимаешь нету дороги молодым это я вот не артист я я звука инженер моя задача делать музыку делать звук делать сведения мастерных и так далее а если бы я был музыкант я бы с ума нахуй сошел потому что блять каждый день видеть вот эти нафталиновые рожи про это вот если ты уважаешь такого композитора максим максима подмазан а не его пост у него есть пост он достаточно нашумевший он написал пост про то что эти нафталиновые рожи уже загибали просто реально вот так и не удалось починить микрофон да скорее всего два слова буквально добавлю у нас у нас боря появился в экране пока тема не ушла что было понятно вот я как человек 14 лет проиграл в онлайновые игры в день и день я вот тоже самое говорил своим сагильдийцем только немножко в другом ключе и о том что многие не понимают что в интернете очень много людей инвалидов висят разных инвалидов разных направлениях я когда сталкивался допустим человек печатает у него пальцы там два пальца и он там что-то пытается печатать а ему пишет ты там неграмотный урод там научись писать русский выучить а человек я вот когда работал на филипп море с украины у нас там инвалиды работали я как-то попал к ним цех и посмотрел там люди с разными увечьями и вот они там на смартфоном своими вот этими пальцами пытается там привыкли что-то нажать вот и я вот как бы это понимал что вот люди бывают нападать на других людей а даже не знают что там какого собеседник может у него там руки нету или ноги может он там какая-то болячка у него что-то еще и я-то это давно как бы заметил но мне никогда не удавалось до людей достучаться таким тезисом что не нападайте потому что ваш собеседник может быть вообще там еле дышит и как-то так еще я кстати в 20 лет проникновенно назад услышал одну фразу я до дальнем востоке туда жил николаевский на море там по телевизору инфа инвалида показали я стараюсь даже копировать как он произнес эту фразу мы люди вы даже не понимаете насколько вы счастливы ну ему тяжело было говорить это его копирую я вот эту фразу на всю жизнь запомнил что просто люди не осознают что рядом с нами извини перебить это тоже порой какой-то несу хуйню тоже обижали и тоже так вот огульно блять не и подумав можно человека ранить хуйню и блять прогнать ему хуету надо быть все-таки терпимее внимательный друг другу и делать поспешных выводов присмотреться постараться и так далее то есть мы все живые люди у каждого у кого блять нога болит у кого рука у кого мозги у кого еще хуй там не стоит поэтому надо очень осторожно быть вообще во всех движениях поэтому блять я иной раз тоже сказал вот услышьте меня те кто кричит что вы там русские поляки посмотрите вам навязали ты поляк ты белорус поляки твои враги белорусы твои поляки враги а если бы называли себя не поляком а если бы называли человеком человек который живет концлагере беру белорусском говорил я не не белорус я человек и человек который живет польском лагере называл бы себя человеком и вам бы сказали бы пойди нападить на человека и у вас мозг бы заклинил бы как это я буду нападать на человека а когда вам навязали собачьи клички чтобы белорусы там казахи кто угодно и вам говорят на вас напала польша на белорусов. А белорусам говорят обратное. Поляки враги белорусов. Очень легко стравливать людей, когда дали им собачьи клички и когда они в это поверили. Очень легко. Когда вы услышите и поймете это. Продолжение следует...